В январе воспитанник Омской хоккейной школы Александр Ломихин выиграл юношеский чемпионат мира по хоккею с мячом, который проходил в Норвегии. На пути к победе российская сборная, капитаном которой был омский хоккеист, обошла сильнейшие команды в Финляндии, Швеции и Норвегии. По словам чемпиона, сильнейшая конкуренция на соревнованиях давала поводы усомниться в своих силах, но, как оказалось, напрасно. По нас больше всего организация. Мы первый раз на чемпионат мира полетели, в другую страну, за границей. Положительные эмоции. Самое запомнилось, это полуфинал, а финал. Самые более сложные игры. Потому что первый раз сыграли с шведами, с винами. Были, конечно, сомнения, что проиграем, но настроились и выиграли. Первый наставник омского хоккеиста отмечает, такого сильного юношеского состава у России не было последние лет 15. Второй раз в истории омского хоккея мальчик становится чемпионом мира. Стал он им недавно. Я очень рад, что в таких тяжелых условиях удалось вырастить вот этого мальчуганчика. Я его видел, он вот такой вот был. Вот такой рост там. Стоит такой, глаза горят у него, сопли текут, щечки красные. Я к нему подхожу, говорю, хочешь быть чемпионом мира? Хочу. А стоял рядом его папа. Я говорю, ну отдайте мне его. И я из него выращу хорошего мальчика. Он будет чемпионом. Мои слова сбылись. Однако сейчас Амидж живет не в Омске, а в Красноярске и играет за местную команду «Венесей». После той самой триумфальной победы Александр уже был проездом в нашем городе. Сюда он возвращается навестить родителей и первого тренера. На той встрече свою золотую медаль Александр повесил на шею именно ему, тому, кого называет своим вторым отцом. Благодаря этому человеку я вообще связал свою жизнь с хоккеем. Он меня, так сказать, погрузил в мир хоккея. Я за это ему очень благодарен. Первый наставник поступок оценил, но спустя месяц принял решение вернуть заслуженную награду ее хозяину. Впереди большие планы и тяжелая работа, важность которой понимает и сам спортсмен. Играть, играть, стараться, идти выше и выше к своей мечте, стать мировоззерцем хоккея. Олег Ягольков как никто уверит, что на следующий год его воспитанник поедет на молодежное первенство мира и вернется домой уже двукратным чемпионом.